Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» родом из нашего советского прошлого. Его активно сдавали пионеры, комсомольцы, рабочие и колхозники с 1931 по 1991 годы. Теперь российские власти решили вернуть норму ГТО. Бытовой смысл проекта в том, чтобы сдать утвержденные Министерством спорта нормативы и в случае удачного результата получить значок – бронзовый, серебряный или золотой. Сакральное значение всей идеи – популяризация спорта, здоровление нации, привлечение людей к здоровому образу жизни. В ВИДНОм тестирование на сдачу нормативов ГТО проводится регулярно. Одно из мест, где в городе можно пройти спортивные испытания – стадион «Металлург». Именно сюда пришли 16 старшеклассников из ВИДНОвской гимназии. Один из тех, кто пришел на стадион – ученик 11 класса Иван Матвеев. Я хочу доказать в первую очередь себе, что я чего-то могу достигнуть в спортивной цехе, если так можно выразиться. Я пришел сюда, чтобы получить золотой значок, и мое эго успокоилось. Спорт всегда занимал важное место в его жизни. Еще с детского сада Ваня занимался в различных спортивных секциях, а потом и вовсе долгие годы ходил на каратэ. Однако, даже при такой серьезной физической подготовке, он посчитал нужным дополнительно позаниматься перед сдачей нормативов ГТО. Ведь какие-то дисциплины, признаются Иван, для него более легкие, а на какие-то необходимо было сделать упор. Например, он специально готовился к бегу на средней дистанции и подтягиваниям, и результат не заставил себя ждать. Иван успешно выполнил нормативы по этим дисциплинам, а также без труда сдал растяжку, пресс и прыжки в длину. Иван, ты только что сдал нормы ГТО. Какие у тебя впечатления? Ну, я рад, что я их сдал. Сегодня был довольно легкий день, в тот же момент сложный, но я рад. То, что сейчас все больше школьников специально готовятся к сдаче нормативов, с приятным удивлением отмечают судьи и представители центра ГТО. И в результате практически каждый пришедший успешно преодолевает испытания и получает значок. Старается, народ приходит подготовленный. Если они идут сдавать ГТО, я так поняла, что народ готовится заранее. К определенной дате готовит себя и приходит уже подготовленным сдавать. Нет у них подготовленных людей. Особенно радует позитивный настрой старшеклассников. Для них сдача нормативов – это не тяжелая повинность, как можно было бы подумать. Ребята с удовольствием пришли на стадион. Им самим интересно преодолеть себя. Замечательно, что именно это становится своеобразной модой наших дней. Я вместе с моим другом пришли доказать себе, что мы можем нечто большее, нежели сидеть за компьютером или просто делать уроки. Мы пришли, можно сказать, весело и с пользой провести время свободное. И также получить хорошую аттестацию в ГТО. Это обязанность каждого человека, мне кажется, пройти норму ГТО. Кстати, для старшеклассников, будущих выпускников, сдача нормативов очень актуальна. Абитуриенты, имеющие значки ГТО, могут рассчитывать на дополнительные бонусы при поступлении в высшие учебные заведения. Вообще, с каждым годом становится все больше людей, которые хотят выполнить комплекс ГТО. Растет и количество мест, где это можно сделать. Так, на том же стадионе «Металлург» должен в скором времени открыться специализированный центр ГТО. Большинство из тех, кто сейчас дает норму ГТО, это учащиеся в Виновской гимназии. Но прийти, попробовать себя и получить заветный значок может любой желающий, человек любого возраста. Каждый из вас может бросить вызов самому себе. Екатерина Коваленко, Владимир Андрианов и Елена Кошлева, Видное ТВ.